Семьэтажное здание включает почти 200 номеров, в том числе 14 люксов и президентский номер. Для обустройства интерьера выбрана теплая цветовая гамма. Так, межкомнатные перегородки, двери, мебель, цветовенги гармонируют с более светлыми элементами декора, кремово-бежевых и шоколадных тонов. Готовые комнаты уже оформлены аксессуарами из стекла, дерева, металла и других материалов. Уровень сервисного служения в отеле 4 звезды. Отель предусматривает помимо 197 номеров зону конгресс-центра. Зону СПА, спортивный фитнес-центр, в котором мы сейчас находимся. Он обеспечен самым необходимым оборудованием, беговыми дорожками, тренажерами. С таким расчетом, чтобы гости могли помимо отдыха не на секунду не отключаться от занятий спортом, фитнесом. Ведь это же Олимпиада. Гостиница входит в состав комплекса строений, который возводится в Эмеретинской низменности для Олимпийской семьи и Международного паралимпийского комитета. На всех уровнях здания создана безбарьерная среда. В дни Паралимпиады здесь разместится резиденция президента Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвина. Здание имеет форму полукруга и образуется вместо с отелем для представителей МОК круглую пешеходную площадь. Данный отель является флагманом данного комплекса. То есть его готовность практически стопроцентная. И планируется в сентябре прием гостей экономического форума, а также просто гостей города Сочи. Это как свои роды тестирование перед предыдущими Олимпийскими играми. Планируется, что после игр Олимпийский комплекс будет преобразован в апартаменты круглогодичного курортного комплекса. В нем будет развита потребительская инфраструктура, появятся магазины, кафе, рестораны и салоны красоты. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.